Я видел, что моё место в военной структуре. А в военной структуре я искал элитарную часть этой структуры. И нашёл её в лётной работе. Ну и в лётной работе, конечно, элитарная — это дальняя авиация. И я бы считал себя ущемлённым, если бы я сразу не взял бока за рога, самую элитарную часть, во-первых, в вооружённых сил, и самую элитарную часть и в авиации. У вас положение Гамлета, принца датского. То есть, с одной стороны, российский, а я прямо скажу, русский офицер чеченского происхождения, а с другой стороны, чеченец, который сегодня волей уже судеб должен стоять против России. Вы понимаете, если так поставить, что против России, то да. Я не стоял и не стою против России, и убеждён, что это понимание скоро исчезнет. И сама Россия стояла против самих российских структур, и с автоматами в руках защищала свой суверенитет. Вы ощущаете вообще драматизм, вот именно вот этот драматизм, ситуацию? Вы знаете, я в этом драмы не вижу. Драмы не вижу, поскольку, если бы речь шла только обо мне, а я не могу принять. Один человек, здоровый, мыслящий человек, он может в любом конце земного шара хорошо устроиться, жить, пользуясь всеми благами, но я не могу себя отделить от судьбы своего народа. И не отделял, и не смогу. Я его частица, а этот народ действительно ушимлён. И был ушимлён в правах. Поэтому моя была задача, и есть и остаётся, что свобода – вещь слишком дорогая, чтобы попытаться её достичь дешёвой цены. Лучше умереть, чем быть посвободным. Перед смертью у меня чувства страха нет. Есть только страх перед одним, уже давно. Оказаться больным, старым, беспомощным, и вот умирать вот в таком качестве. Вы считаете, что вы не принадлежите самому себе, да? Вот я хочу это понять. Не принадлежу, я считаю, что не принадлежу. Теперь уже точно не принадлежу, и раньше не принадлежал. Потому что мне надо было пробить брэш. Значит, первый вопрос, который задавали мои оппоненты всегда при встрече, это был козырный вопрос. А сколько у вас героев? Чтобы подчеркнуть, что ведь все герои чеченцы, они были под запретом, а те, которые были и расстреляны, и вообще якобы не участвовали в войне. А сколько у вас генералов? Знаю, что у нас ни одного генерала в советской армии нет и не было. Но потом мне пришлось отвечать, что каждый чеченец герой, и каждый чеченец генерал. Я миллион первый. Если не веришь, можешь подойти к любому чеченцу и сказать, что ты не герой, и что ты не генерал. Ну, тогда посмотрим. Так что жизнь и смерть – это совершенно естественное явление, поэтому я не чувствую никакого страха перед смертью. Никакого.